Здорово, Айки! Микрофон у зуберки, это значит, что пришло время немножечко поглумиться над ответами mail.ru на разные вопросы, которые вы им задаете. Вопросы бывают дебильные, нормальные, крайне интересные, что называется, не в бровь, а в глаз, но по большей части шлак, естественно, потому что на острые вопросы мейлом отвечать не хочется, как и любому разработчику, и выбирают по большей части нейтральные ответики. Вот их и почитаем. Когда планируется переделка рендера и текстур на машинах? В 0.19 мы улучшили рендер танков на низких настройках при использовании упрощенного рендера. Фактически при таких настройках рендер танков приблизится к средним настройкам. Кроме того, мы рассматриваем возможности глобального улучшения технологии рендера танков на всех настройках. Ну здорово, что у кого-то, возможно, картинка стала выглядеть лучше и не возросли затраты по фпс, по железу, да, но у меня как было 30 фпс на тихой реке, на GTX 1080 и 3770K разогнанном до 4200, так и остается 30 фпс. Это зрада. Если когда-нибудь меня спросят, что происходит в ВВшке, я отвечу, плохой фпс, ну и там баги, лаги, фриза, все дела, да. Далее, можно ли сделать так, чтобы оборудование можно было переставлять с танка на танк, если оно подходит, а не покупать его заново, тратя кредиты. Ну или как вариант снять с танка и сохранить до следующей машины. Мы планируем в ближайших обновлениях пересмотреть возможности развития и модификации танка, чтобы дать более гибкие и понятные условия. Первой из переработанных систем будут командиры. Возникает только вопрос, какие тут нахуй командиры? Вопрос про систему ретрофит, про оборудование. При чем-то нахера вы приплетаете командиров? Вот непонятно. Первой из переработанных систем будут командиры, но мы планируем продолжить работу над оборудованием. Ого, вот, они со второго раза все-таки дошли до оборудования. Текущая система пока позволяет снимать и бесплатно переустанавливать оборудование в пределах одного танка, но мы рассматриваем возможность перемещения между танками. Ну что это значит? Это значит, что первое, они гордятся тем, что вы можете снять оборудование в пределах танка и поставить новое. Вау! Ничего себе! У нас оборудование стоит по 9 лямов, а машина может стоить 150 тысяч, но зато ты можешь эти деньги как бы тратить и тратить. Можешь купить себе оборудование на 50 лямов, например, на тачку второго левела или первого. Классно, да? И они еще намекают на то, что можно бесплатно в рамках танка переставлять. Просто браво-браво! Реально картошка сейчас просто ржет над нами убогими, потому что у них 100 голды отдал и ставишь модуль туда, куда хочешь вообще. И это, на самом деле, не самый плохой вариант. В общем, если у нас появится такая же механика, как и в картошке, я думаю, что она тоже будет стоить 100-150 голды. Ну, не знаю, вряд ли полтинник, мне кажется. Не меньше сотки. При этом мыло сильно задрало вверх цену для того, чтобы высосать из вас те кредиты, которые вы получили за компенсацию. Это все звенья одной цепи. Понерфленный доход, да, более сложные условия набития домашки и в том числе вот эта вот тема. Очень дорогое оборудование. Идем дальше. Почему проходимость гусеничной техники по бездорожью хуже, чем у колесной? Не знаю, как этот чувак умудряется, но у меня вся гусеничная техника, кроме ОБТ, ездит там под 70, это минимум, наверное. А вот колесники нет. На некоторых колесниках скорость передвижения по пересеченке порядка 60-65 кмч. Вот так вот. Ну ладно, технически уже сейчас сопротивление грунтов колесной техники значительно выше, чем гусеничной. Колесная техника ощущается более быстрой, потому что у нее значительно большая максимальная скорость и иногда даже удельная мощность. Мы планируем рассмотреть этот вопрос в рамках работы над управляемостью колесной техники. Первые изменения уже в 0.19 есть, в 0.20 работа продолжится. Не дай боже, и они дальше докрутят колесную технику, когда вы будете на каком-нибудь истребителе танков заезжать на пересеченку и ехать просто 55 кмч без возможности нормально вертеться. Уже сейчас некоторые машины не ББМ колесные ощущаются, откровенно говоря, дерьмово и медленно, малоподвижно, малоиграбельно на мой вкус. Но, тем не менее, так и не видят баланс. Посмотрим. Далее, расскажите, планируется ли в ТТХ техники указывать реальные значения массы? Ну, это, по-моему, просто, я не знаю. Этому парню нужно антипремиум вручить, серьезно. Он не смог найти в ТТХ в разделе маневренность значение массы? Хм, даже комментировать не буду, просто дурачок какой-то. Далее, будет ли возможность на полигоне самостоятельно выбирать желаемую технику для обстрела с вариантами? Пассивный бот, бот стоит. Активный бот, бот двигается. Боевой бот, бот двигается и стреляет. Вот это, наверное, лучший вопрос вопросника, вопрос-ответника, скажем так. Потому что реально полигоном уже очень долго не занимаются, и он очень долго является куском говна, в котором можно максимум, чтобы понять, как танк разгоняется на пересеченке и все. Там даже непонятно, как работают дороги. То есть, работают они, не работают. Вроде как ускоряют, но на самом деле на полигоне расходники не работают. Какие-то перки тоже могут не работать. Бред. В любом случае, в настоящий момент мы не планируем внедрять подобное решение, потому что оно сильно усложнит интерфейс полигона. Вы понимаете, да? То есть, выбрать ботов на полигоне, это очень сильно усложнит интерфейс полигона. Хорошая отмазка, но я в нее не верю. Для сражения с ботами уже сейчас можно использовать ПВЕ, а в перспективе мы можем ввести расширенные обучающие миссии, где игрок может попробовать себя в различных условиях. В обновлении 0.20 обучение полигона Лабина будет перенесены на полностью клиентскую реализацию, не нагружая сервера. И развивать их будет проще. Ну вот с последним пунктом я абсолютно согласен. Еще полгода назад нужно было реализовать все это говно на базе клиента, в рамках клиента, в рамках ресурсов компа, а не в рамках ресурса сервера. И давно уже это надо было сделать. А мыло тупит и тупит реально. Ну и всякие запилы, вроде того, что усложнит интерфейс полигона, сходите в ПВЕ, чтобы потестировать свой танк, это вот просто такие прохладные истории, что хочется сказать, Мэйл, ты нас за дебилов держишь или как вообще? Как-то похоже за дебилов все-таки. Перейдем дальше. Будут ли введены новые типы вооружения и механики на средних уровнях? Да, мы планируем увеличить разнообразие техники, но предполагаем это делать аккуратно и сохранять основы геймплея. Но, например, в одном из ближайших обновлений пушечный ИТ получит механику снаряда в первой очереди. Это даст этому классу много, пардон, намного более ярко выраженную роль в сравнении с ЛТ и ИТ на втурах. Беда только в том, что барабан это далеко не новая механика, вернее совсем не новая механика. Она есть и в тундре, она есть в картошке, и она есть у нас. Даже в тундре есть реально барабан. Там есть тачки с двумя орудиями, и фактически они работают как барабан. Один выстрел, второй выстрел. Или они одновременно стреляют. Вот, кстати, наверное, одновременно. Я вам наврал, прошу прощения. Но в картошке-то эта механика есть, она реально устаревшая уже. Ладно, пофигу. Вопрос только в том, знаете, в чем? Фраза, что даст этому классу намного более яркую выраженную роль. Вопрос, какую роль это даст классу? Какую роль пророчат истребителям танков? Истребители танков должны быстро перемещаться, занимая ключевые позиции, и издалека и со средних дистанций наносить хороший массированный урон. С текущей точностью, даже с барабаном, они это делать не смогут. Максимум, что не смогут, это сбивать гусли и держать танки по 40 секунд на гуслях. Ну вот как-то так. А вот при заходе в борт, они будут, ну на самом деле, эффективнее, чем ЛТ. ЛТ залетел за 5-10 секунд, разрядил барабан на 2-3 тысячи хп и уехал. Получается перекрест ролей, что называется. То есть ИТ пытается отожрать у ЛТшек их главную роль. ЛТшки должны не светить, они должны фланговать и играть на флангах. Не знаю, где-то там подтанковывая, и давай подсражненько БТшником. А у нас ЛТ внезапно светит, ИТ у нас теперь барабанщики для врыва в спинку. Вот почему так сделано, непонятно. Мне кажется, это не совсем адекватно. Ну ладно, идем дальше. Так-с. Будет ли в игре более детальная настройка интерфейса? В ближайшее время мы не планируем менять интерфейс миссии, так как сейчас сконцентрировано на улучшении интерфейса гаража. Вы понимаете, да? Боевой прицел это хуйта. Главное это гараж. Гараж! В гараже ты сидишь с мужиками, вы там попиваете пивко, гараж для каждого мужика это вторая квартира его логова, поэтому вот чтобы мужику, придя из одного гаража, можно было сесть в танки и прийти в другой гараж. Это хитрая ловушка для мужиков, которые любят гаражи. Красивый гараж, он круче жены даже. Ну ладно, окей. Сарказм мод он. Вернее, офф, наоборот. В двадцатой версии вы увидите первую часть работы улучшения интерфейса ангара. Выбор и настройка танка. Впереди еще много работы по оставшимся окнам гаража. После завершения работ по улучшению интерфейса гаража, мы приступим к улучшению интерфейса миссий. Правильно, сука! Не важно, какой у тебя прицел на винтовке. Главное, во что? Покрасить эту винтовку, правда? Ведь тебе же насрать, как ты целишься. Через мушку и целик, через оптический прицел или через, например, каллиматорный прицел. Нет, мы зато покрасим твой магазин, который ты вставляешь в винтовку, в розовый цвет, обхуячим приклад мехом, я не знаю, и нарисуем ромашечку на цевье твоего, твоей винтовки. Логика! 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 Иди нахуй! Ну, вот видите, логика как-то не очень. Не любят ее здесь, эту логику. Ушла, она обиделась. Переходим дальше. Раньше в игре существовали модификаторы брони, которые затем удалили из интерфейса. Их должен был заменить инспектор брони. Как вы планируете решить эту проблему? Мы скоро увидим инспектор? Или вы вернете модификаторы? Как минимум в двух ближайших версиях не предполагается реализация инспектора брони. Заебись! Модификаторы убрали! Как броня работает против какого-то боеприпаса? Узнавайся как хочешь, так и узнавай. Ну, непонятно. Абсолютно непонятно, как работают. Блестящая реализация. Просто блестящая вообще. Вместо того, чтобы показать, например, бронезащита против ББ такая, такая, такая. Бронезащита против кумулей такая, такая, такая. То есть три столбца. Люди не совсем дегенераты. Не надо целевую аудиторию считать совсем даунами. Они в состоянии прочитать три столбца вместо одного. Более того, у многих машин на бортах установлены экраны. Нормальным считается практика, когда вы пишете основная броня борта 200 плюс 40 миллиметров экран. Вот так вот должно быть написано. А у нас ничего не написано. Но мы переходим дальше. Мне бы хотелось увидеть в игре больше восточноевропейских ОБТ. Планируете ли вы расширить ветку Т-80? А сейчас, дети, будет материал про самый главный танк нашего человечества. Хе-хе-хе. Да, мы планируем продолжить линейку Т-80 в будущем, включая Т-84 и барабанную дробь АПЛОТ. Ну, я просто не мог удержаться, честное слово. Хе-хе-хе. Я не против АПЛОТа, мне интересно даже покатать на этом танчике. По идее, благодаря совершенно ебанутому габариту ДЗ на бортах он должен будет танковать бортами. Очень и очень прикольно, ну, не катком, конечно, передним, но, по крайней мере, бортами под ромбом должен. Но посмотрим. Я думаю, что разработчики могут даже такой гигантский габарит превратить в говно. Это же советский в конце концов танк. Постсоветский, окей, не буду напрягать украинцев. Планируете ли вы добавить минимальную дальность активации ПТУРов? В настоящий момент нет, данная механика достаточно сложно воспринимается игроком и при реальных значениях делает многие ПТУРы практически неиграбельными. В 0.20 мы планируем изменить механику стрельбы ПТУР в движении, больше не будет механического запрета на выстрел, но в зависимости от используемого прицельного комплекса, после определенной скорости ПТУР будет резко терять управляемость и точность. В результате ПТУРы останутся достаточно точными при стационарном запуске, а в движении на высоких скоростях они будут точными только у высокоуровневых машин с соответствующим оборудованием. Вот это очень интересный вопрос. Не, вопрос-то ебанутый. Вопрос от мудака, типичного, который вообще не дупляет, что такое сделать дальность инициации ПТУРов. Он сам даже не знает, что это такое. Ну это АБТшник, скорее всего, типичный АБТ-дрочер, у которого хуево все получается, который не хочет разбираться в игре, не хочет прогрессировать, и его постоянно трахают ПТУРами. Но перейдем к разбору этого блюпоста, что называется. Значит, теперь вы во время езды на определенных скоростях, например, чем быстрее вы едете, как я понимаю, тем хуже точность ПТУРов на ходу. Это выражается в болтании ПТУРа по траектории и некотором загрублении маневренности ПТУРа. Это абсолютно правильная механика, это великолепно, очень правильно. Почему? Потому что это все еще позволит с ближних дистанций эффективно долбить по бортам, по попам противников или по лбам, если бронезащита тонкая. Но не позволит, например, ехать на полной скорости, ебануть на 400 метров и завести чуваку куда-нибудь в борт, например. Ну, согласитесь, на 400 метров попасть ПТУРом в борт, это как-то бомбово. В принципе, баланс они соблюдают. Это здорово. И правильно, что у высокоуровневых машин этот разброс на ходу будет или очень маленький, или его вообще не будет. Потому что на хай-левеле довольно трудно пробивать ПТУРами даже в борта. Некоторые дачки, потому что ДЗ, 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 иди нахрен, мальчик, с своими ПТУРами. И самое интересное, с соответствующим оборудованием. Это значит, что, ну, по идее, оборудование на уменьшение максимального разброса будет работать и на ПТУРы. Но это надо тестить. А как это тестить, абсолютно непонятно вообще. Потому что... Ну, вы себе представляете, как это вообще разбираться. У меня же нету интерфейса разброса ПТУРов. Разброс снаряда есть, потому что есть круг разброса. А разброса ПТУРов нету никакого круга. Вот даже и не знаю, как это проверить. Но мы в любом случае переходим к последнему вопросу. Планируете ли вы дать ИТ и ЛТ новые активные способности? Мы сейчас планируем доработать основной баланс. Например, добавив снаряда в первую очередь ИТ, как описано выше. Затем, как только мы получим хороший и сбалансированный в базе геймплей, мы подумаем о добавлении активных способностей. В принципе, я не могу их упрекнуть ни в чем. Абсолютно верная расстановка приоритетов. Сначала сделать все классы играбельными, интересными и конкурентоспособными. И только после этого начинать доставать из мешка Деда Мороза различные свисты перделки. Хотя я бы, не знаю, я бы ЛТшкам все-таки вернул бы старую способность. Нахер не нужна эта метка подсвета. Она вообще сейчас не очень хорошо работает. Ее и поставить сложно. Даже если танк стоит, может 2-3 раза срываться постановка метки. И толку от нее мало. И пользуется ей исчезающе редко. Я бы вообще у обоих классов ЛТ и ББМ отобрал бы эту метку. И переработал бы полностью обилки обоих классов. Все, мужики. Как вы видите, в основном отвечают и спрашивают про воду. Есть вообще ебанутые люди, которые спрашивают, а где в ТТХ значение массы танка? А есть и интересные вопросы, вроде бы про птуры или про полигончик. Вот вопрошающим подобное большое человеческое спасибо. Их действительно интересует судьба игры. Спасибо за внимание. Как обычно, лайк, дизлайк, комментик, вопросик. И приходите еще. Будет интересно. Спасибо за внимание.